Не то, чтобы я был идейным противником, футбольный клуб когда-то делал новогодние выпуски, тогда это было интересно, занимательно, сейчас я, в общем, этого дела не люблю. Поэтому сегодня не праздничный и не новогодний, а просто последний в этом году выпуск футбольного клуба. Я даже начну его с новостей, хоть новость это больше забавная. Все обсуждают появление ФССК нападающего из Белоруссии Олега Шкурина, или Шкурина, я не знаю точно, как правильно произносится. И, в общем, на мой взгляд, это тенденция такая своеобразная. Сейчас абсолютно вне моего стебного отношения к Белоруссу на протяжении последних 10 лет. Дело в том, что белорусские футболисты всегда появлялись в чемпионате России. И вот когда это уделяется внимание, это внимание революционировало дважды. Во-первых, сначала, когда в 90-е годы два лучших белорусских футболиста, Белькевич и Хацкевич, проехали мимо Спартака в Киевской Динамо, это обсуждалось. Потом обсуждались приходы белорусских футболистов в российский чемпионат. Ну, например, защитника в Динамо, приходил защитник Сергей Штанюк. Мало того, что фамилия прекрасная, он еще в голову прекрасно играл. Но это парень, который потом играл, например, в Англии. Потом эти переходы стали бытом. Потом в Спартак пришел футболист, которого очень много ждали. Его фамилия была Василюк. Оказалось, что он вообще ничего особенного из себя не представляет. Это не белорусский футболист, совершенно нет. А просто чемпионат России стали приезжать футболисты совершенно другого класса. Кстати, Роман Василюк закончил калибр совсем недавно. И вот теперь приезжает Шкурин. Я сказал, что Шкурин, Шкурин, не знаю. Я на самом деле же перепутал, что он не Олег, а Илья. Ну, в общем, это характеризует только российский чемпионат. Снова обращаем вот на это внимание. Полагать, что лучший бомбардир чемпионата Белоруссии усилить ЦСКА настолько, что команда прибавит в европейских результатах, это очень наивно. Потому что вообще-то ЦСКА отказался из-за очень небольшой разницы в цене покупать лучший бомбардир чемпионата Чехии Камриченко. И сейчас недавно, полгода назад. Поэтому вот какие новости, такой и год, наверное, у нас с вами ожидается. Вместе с тем, это же хорошо, что футболисты приходят чемпионат России развиваться. Это хорошо, что мы стоим на футболистов, которые мало чего стоят. Будем надеяться, что они вырастут в цене. Они приехали сюда самоутверждаться. Это позитивная новость. Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб Делайте ставки в марафон БЭТ Состояло заседание исполкома Российского футбольного союза. Важно не то, что решили относительно запрета комментировать судейство официальным образом. Последствием официальных лиц клуба, в мигзонах и так далее. Гораздо важнее, что вопрос вообще обсуждался. Смешно, что он обсуждается в наше время, когда для того, чтобы рассказывать о чемпионате России и быть услышанным, совершенно не обязательно быть даже официальным СМИ. Я вам открою маленький секрет. Я в прошлом году был на чемпионате России, на матчах чемпионата России. Всего лишь три с половиной раза. Половина раза это на кубке считается. И я ходил туда по билету. Совершенно нет никакой необходимости ходить в мигзону, что-то там слушать. Особенно, если вы высказываете взгляд, понимаете. Для новостей, да, важно. Но они так откуда-то берутся. А что высказать мнение или взгляд, боже мой. Чтобы быть услышанным, сегодня не нужно ничего, кроме маленькой камеры и ютуба. Таким образом, подобный запрет совершенно не закрывает темы, а просто позволяет ей бушевать совершенно безнадзорно и уже без контроля какого бы то ни было за градусом на свободном от контроля какого бы то ни было пространстве в интернете. А что реально обеспечивает запрет? А реальный запрет обеспечивает официальные дорогущие медиа-активы, которые оказываются отстраненными от самой громкопящей темы. Ну что же, ребята, вы молодцы. Вы ставите вопрос в самом правильном размере. Новое приходит на смену старому. И это я вам говорю. Я совершенно не фанат обсудения ее в судействах в каком бы то ни было виде. Я даже правил в больших подробностях не знаю, в случае чего интересуюсь у специалистов. А вообще тут дело обстоит примерно как с матом на трибунах. Без мата лучше? Ну, наверное, лучше. С матом плохо? Ну, кому-то может быть и плохо. Я этого не понимаю, но пусть будет плохо. Но откуда вообще берется мат? Вот даже Игорь Акинфеев, человек совсем еще не старый, говорит, что вот раньше мата было гораздо меньше. Ему виден вратарь, ему слышнее всего, что с трибун кричится. Да, раньше мата было меньше. Ну, а, собственно, откуда он берется? Откуда он легитимизируется? Кто сегодня собирает стадионы в России исправно? Уж исправнее футбольных команд Сергей Шнуров и группировка Ленинград. А на чем все это основано? Неужели вы скажете, что в ее песнях только один мат? Нет. Но он там присутствует. Это олицетворение свободы. Кому и зачем нужен спорт вообще, если на нем человек не может раскрепоститься? Если на нем он не может выразить свои эмоции так, как не может сделать этого в обычной жизни? И даже шире. Кому нужен спорт как таковой в мире, если он перестает быть средством коммуникации? Если он не дает возможности понять каждому каждого? Извините, кто-то выражается в том числе и матерный. Никуда от этого не деться. Раньше этого было меньше. Совершенно верно. А что сегодня слушают молодежь? Уж не рэп ли? А где тот рэп исполнитель, который не использует матерную лексику? Наверное, последним рэпером такого свойства была Вика Цыганова. Итогу это у нее иногда проскакивало. Все это отражение одного и того же глобального процесса. Пару лет назад одного умного человека накануне Нового года попросили сказать, что, по его мнению, существенно изменилось вот сейчас и отразится в будущем. И он тогда сказал, изменилось то, что отныне молодые учат более старших, учат жить в реальном мире, учат гаджетом, учат заказывать продукты в интернете, учат смотреть интересные передачи, учат таким же самовыражаться. Я это потому еще запомнил и принял близко к сердцу, что этим умным человеком был я. Ну и вот разве это не происходит сейчас в наших своими глазах? Да, яйцам все чаще приходится учить зарвавшуюся курицу. Я сказал, а стабендер еще вон когда. А видите, как быстро время прилетело. Когда в футбольный клуб уйдет на новогодние каникулы, я соберу друзей, коллег, команду, если нам будет этого достойно, конечно, и рвану на дачу. Веселье весельем, но всю эту банду чем-то надо будет кормить. А я, честно говоря, люблю готовить. Удивлять гостей милыми кулинарными изысками. В этом мне здорово поможет гриль Redmond. Универсальный кухонный девайс 3 в 1, совмещающий себе гриль, духовку и барбекю. То есть в нем можно и запекать, и жарить. Мясо, рыбы, овощи, все что угодно. Еще у гриля Redmond есть 7 автоматических программ. Например, сегодня я хочу удивить мир простотой и приготовить стейк. Включаем гриль. Выбираем специальную программу для стейков и кладем мясо на панель. Выбираем степень прожарки. Я думаю, что медиум подойдет. Затем гриль сам оценит толщину куска и определить, сколько нужно времени, чтобы качественно его прожарить. Redmond нагревается равномерно, поэтому на всем стейке будет восхитительная румяная корочка. Белиссимо! Если вдруг вы не очень любите готовить, не знаете каких-то поварских тонкостей, но хотите вкусно кушать, у Redmond есть специальное приложение «Готовим с Redmond». В нем собрано много классных рецептов и кулинарных лайфхаков. Просто открываете приложение на своем смартфоне, выбираете одно из предложенных блюд и гриль вам его сделает. Не волнуйтесь, у Redmond не подгорает. Здесь такое антипригарное покрытие, что можно готовить даже без масла. Честно говоря, уступая своей подруге, немного масла я все-таки добавил. Но видите, стою рядом без всякого фартука и защитного одеяния, потому что Redmond жарит и печет без брызг. Ну вот, стейки готовы. Аромат. Поверьте, пальчики обрежь. Пойду угощу команду футбольного клуба. Благо небольшая должна хватить. А вы переходите по ссылке в описании. Там по промокоду UTKINGRILL скидка 25% на умные грили Redmond. Это футбольный клуб. Фратри в один из последних дней уходящего года сделал официальное заявление. Это касается продажи билетов на матчи Евро 2020. Вот что было сказано. Как стало известно Фратри, Российский футбольный союз, несмотря на рекомендации и практик UEFA, что правда, оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов и через бутафорский, это уже выражение Фратри, фан-клуб сборной наши парни, якобы разыграл в кавычках фанатскую квоту на чемпионат Европы. Что опять-таки здесь сказать? Мне, честно говоря, совершенно безразлично, как распределяются билеты. Потому что я не вижу, почему кто-то должен получать привилегированное право. Но клуб действительно бутафорский. Никакого клуба в реальности не существует. А вступая в те или иные взаимоотношения с фанатскими объединениями, имея по отношению к ним только кнут, но и пряник, Российский футбольный союз и другие споспешивающие ему организации имели возможность контролировать эти самые вот структуры или эти самые банды. Вы верите любое слово в диапазоне между структурами и бандами. Это будет, это совершенно никакого значения не имеет. Важно, что теперь они оказываются просто вне поля зрения. Ведь именно к этому контролю и стремились, пытаясь ввести фан-айди, и обсуждая его целесообразность. Вообще, в этой дискуссии много было здравых мыслей высказано. Вне зависимости от того, будет он в конце концов введен или нет. Повторюсь, мне совершенно безразлично, кто и как покупает билеты на матч сборной России, особенно если там не просветает спекуляция. Мне непонятна логика действий РФС в данном случае. Организация собирается действовать по своему усмотрению, ни с кем особенно не советуюсь. Это касается и взаимоотношений с фанатьем, и продаж билетов, и маты на трибунах. Это касается и структуры Кубка России. Что ж, пускай в конце концов. Запрет на какое-либо обсуждение это норма современной жизни, но только в той части, которая касается официоза. Важно понимать, что отказываясь от этого обсуждения, вы тем самым просто берете на себя абсолютно всю ответственность. Рано или поздно она рухнет на вас, и тогда я просто пожелаю вам не сломаться под этой тяжестью. А выглядывая за границей юрисдикции Российского футбольного союза, мы видим, что в мир наоборот приходит все новое и новое. Заканчивается футбольный мир времен Месси и Криштиану Роналду. Он заканчивается плавно, он заканчивается красиво. Месси был признан лучшим футболистом года по версии францфутбола. Это самая почитаемая из всех версий. Кстати, российская версия. А просто, что футбол почил в Бозе, и никто не сделал никаких усилий для того, чтобы продолжить эту самую традицию. И это в том мире, который оставивает официоз, в мире скреп и того, что продолжается издалека и издавна. Так или иначе, мы уже относимся к Месси и Криштиану как к стричкам. Месси, мы прощаем все, кроме ярких моментов игры. Почему это не спривали? Спривали его, он заслужил. А Криштиану мы обсуждаем на одной неделе. С одной стороны, его гениальный прыжок и удар головой на какой-то там совершенно невероятной высоте, которую, кстати говоря, Хакан Шукюр достигал довольно элементарно и даже не особенно высоко прыгая при этом. И тут же, на этой же самой неделе, мы обсуждаем его нервы, его снятую с шеи серебряную медаль после впервые с 2013 года проигранной командой с его участием в финал. Мы продолжаем обсуждать пригодность тренинской концепции Сари в Ювентусе именно исходя из качеств Роналду, хотя качества Роналду иссякают. Он сам первым сказал об этом три года назад, когда сказал, что сейчас он будет терять вычечную массу, потому что он должен стать легче. Мы говорим о Роналду, как о футболисте исключительно штрафной, но еще совсем недавно мы обсуждали его спринты, длинные спринты, контратакующие, его выносливость, его удивительную скоростную выносливость. Мы всего этого не замечаем. Роналду тихо и спокойно стареет. И самое главное, самое главное качество Сари уже не в том, чтобы сделать игру с опорой на Роналду. Роналду еще покажет себя в решающих матчах, когда потребуется вот это самое решение момента и в конкретный день, к которому можно подготовиться. Главный процесс Ювентуса это то, что главным футболистом у Смена становится Дибала, а возможно и кто-то еще, а возможно кто-то третий. Приходит смена. И даже те команды, которые сегодня олицетворяют тренд, Ливерпуль в частности, уже задумывается о смене. Еще неизвестно, кто будет этой самой новой звездой. Вот это имя Минамино, не очень характерно даже для Японии, Минамино, так говорят немые, потому что и М, и Энна такие губные, согласные, которые легко произнести, даже не выговаривая все остальные. Это как будто такой неизреченный вопль, Минамино, мы еще не знаем, каким будет имя, но оно совершенно точно будет. И будет ли оно вот именно таким, японским или каким-то другим, например, норвежским. Вот это, конечно, большая загадка, но она разрешится спокойно с течением самого к себе времени. Времена Мессии и Роналду уходят, но если вы спросите меня, уверен ли я в том, что в следующем году не имеет смысла сделать ставку на то, что золотой мяч точно не выиграет Месси или Роналду, вы знаете, вот этого я вам точно совершенно не посоветую. Давайте подождем, увидимся своими глазами. По крайней мере, до июня-то торопиться некуда со ставками на золотой мяч. Важно понимать, что новые времена это не полная смена лиц. Это не означает, что все, кто сейчас существует или существует давно, обязательно должны уйти. Ну, посмотрите хотя бы на меня, впрочем, хватит обо мне. Например, минувший год стал еще годом возвращения Зидана к активной теннисской деятельности. Он довольно неожиданно ее оставил в мадридском Реале. Он довольно неожиданно хлопнул дверью и вернулся. Это казалось, что у Реала теперь все будет хорошо, что кризис пройден. Он пережил с Зиданом еще больший кризис, когда стало ясно, что Реал уже не может получать почти автоматически, хотя и за огромные деньги, он деньги автоматически получает Реал, да, лучших игроков мира. Не все хотят туда ехать, не всех отпускают. Вот об этом даже говорил Флорентино Перес. И этот кризис Зидан тоже уже преодолел. Его команда обновилась, его команда готова к новым совершениям и готова играть в новой, совершенно экстремальной, современной манере. Потому что, наряду с новыми лицами должны быть и те, кто открывает им двери. Англия становится новым местом силы. Да, ей будет очень сложно повторить, вообще невозможно повторить и ориентироваться на повторение результата, который был в этом году в Еврокубках. Посмотрите, и Арсенал, и Челси переживают кризис относительно своего прошлого состояния. Челси, возможно, уже новое рождение. Я об этом немножечко уже говорил в программе «Не обет», которая теперь выходит на YouTube-канале «Окоспорт». Надеюсь, вы об этом не забыли. Но самое главное, что и в Англии самой появляются новые лица. Именно ведь Фрэнк Лэмпорт это, пожалуй, первый английский тренер клубный с новыми идеями за очень и очень долгое время. Потому что Брэдон Роджерс северо-ирландец, а Гарет Саутгейт демонстрирует свои идеи в национальной сборной, где вообще идеям бытовать гораздо-гораздо-гораздо проще. Тем менее, новые идеи и новые методики в Германии появляются новые лица. Во Франции наверняка они уже стучатся. В Испании, может быть, нет. Но Испания, напомню, и качество новых резервов добивалась с помощью тренеров-старцев Луиса Араганеса, Висенда Дельбоске, который больше всех из трейгеров похож на Деда Мороза, если ему приклеить сыстающую бороду. У него совсем недавно был день рождения. Ему исполнилось 69 лет. Представляете, это было уже достаточно давно. Но я думаю, что все в конце концов подтянутся. Тем более, что идеи-то современные происходят в основном именно с Пиренейского полуострова. У меня нет для вас точки в уходящем году. Футбольный сезон не останавливается на Новый год. Мы будем вместе наблюдать за новыми тенденциями в следующем сезоне. Будем вместе обсуждать их. Я в программе, в кадре, а вы в комментах. Я в этом тоже обязательно поучаствую. Я поздравляю вас с выступлением Нового года, который нов и свеж. С Новым годом, с новым счастьем, с новой уткой. Она не задержится. Вся наша жизнь игра И если ты не клуб, Ты понимаешь, во что ты играешь Весь этот мир как большой Футбольный клуб 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 Футбольный клуб